15 января в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Симферопольский Крымский Тихон совершил божественную литургию в храме святителя Николая в Камышовой бухте. Его высокопреосвященству сослужили благочины севастопольского угруга протеерии Сергий Халюта, настоятель храма святителя Николая протеерии Сергий Федоров, духовенство севастопольского благочиния. Сегодня у нас один из самых любимых православных праздников в честь преподобного Серафима Саровского. И вот очень захотелось послужить где-то на окраине, это окраина? Это окраина. Окраина, на окраине Севастополя и вот так встреча с таким замечательным храмом, с реабилитационным центром для сложных детей и детские сады, здесь все. Такого порой и в Москве нет. Так что огромное-огромное спасибо. Почтить память преподобного Серафима Саровского в этот день пришли сотни верующих. По окончании литургии митрополит Тихон обратился к прихожанам с приветственным словом. Если нам начинать вспоминать тот из святых для нас, по-настоящему родной, то среди них непременно будет преподобный Серафим Саровский. В первую очередь он был бесконечно добрым. Бесконечно добрым. Снисходительным ко всем, кроме самого себя. Никого не осуждал, кроме самого себя. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас, пришедших сегодня в день памяти преподобного Серафима. И пожелать, чтобы каждый из вас получил от этого бесконечно доброго и заботливого молитвенника то, что необходимо, обязательно дал преподобный Серафим Саровский. Почаще к нему обращайтесь. Это наш великий заступник. Глава Крымской митрополии особо отметил старания подвижников, которые помогали в возведении храма святителя Николая в Камышовой бухте. Какой у вас замечательный храм. Я знаю, что 17 лет строился этот храм среди севастопольских новостроений. Очень красивый, белый. Вот сейчас думаешь, сделают фрески, а лучше он будет или хуже. Кто его знает? Церковное песнопение во время божественной литургии исполнил архиерейский мужской хор. Песня. 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 Продолжение следует...